Девушки отдыхают Девушки отдыхают Значит, ты пообещал, когда ты поймаешь вора, мы поженимся Так, вы можете сейчас оставить меня в покое? Я занят поисками Не волнуйся, я могу помочь тебе Я буду хорошей женой Я буду поддерживать тебя всей душой и сердцем, что бы ты ни делал Госпожа Цинь Ничего не говори Время Не трать время Позволь помочь тебе Я могу помочь Я буду хорошей женой Прошу Тетушка Лю Барышня Барышня Выпусти меня, или я заморю себя голодом Мне нужно поговорить с отцом Господин сказал, что не встретится с вами до дня свадьбы Значит, передай ему, что если он настаивает на своем решении, я совершу самоубийство Мама, прошу, скажи что-нибудь в защиту Фужун Не глупи Цюэ твой кузен Свадьба Цюэ и Фужун – самый удачный вариант для наших семей Но Ты же знаешь, Фужун Если она не желает, никто ее не заставит выйти за него Это потому, что отец раньше позволял ей все, но сейчас все по-другому Она согласится Ладно, не вмешивайся в это Но она же моя сестра Ты еще многого не понимаешь Не обращай внимания Она просто ведет себя по-детски, игнорируя ее выходки В конце концов, она сдастся Ты же знаешь, что не сдастся Шисянь Доверься мне Мама лучше знает Но она уже нашла того, кто ей нужен Официанта? Моя дочь никогда не будет с таким мужчиной Я не про него А про кого? Это секрет Отец, скажу снова Я не хочу принуждать Фужун Ты можешь расторгнуть помолвку? Господин Цюэ принял это решение О чем ты только думаешь Ладно, я поговорю с ним Все Не будь ребенком Так не пойдет Я не хочу заставлять Фужун Я тоже А с тобой что не так? Я определенно не одобряю эту свадьбу Папа, ты же знаешь эту скверную девушку Она самый заклятый враг для меня Мой титул Мой джиньи Теперь еще и мой брат Я больше не позволю ей забирать мое Цюэ, найди кого-нибудь получше Я против Да, никогда Мы даже шансы не оставим Никогда Да Цюэ, я пойду к ней сейчас же Она должна знать, что не заслуживает любви такого хорошего мужчины, как мой брат Отлично, сестра Иди туда сейчас и расторгни помолвку Точно Хватит, остановитесь Прекратите эти выходки А ты, дочь Когда выйдешь замуж, ты переедешь к Джани И Фужун, который переедет сюда, не будет тебя беспокоить Нет никаких причин для твоего несогласия Неважно Я заступлюсь за своего брата Он не хочет жениться на Фужун Поэтому не заставляй его, правда, Цюэ? Ладно, позволь тебя спросить Ты хочешь выйти замуж за Джани? Конечно Если так, то поддержи меня Иначе можешь попрощаться с Джани Я... Сестра, ты сказала, что застопишься за меня Цюэ Мне очень жаль Отлично Ты предала своего брата ради мужика В смысле предала? Ты же хотел жениться на Фужун А что, если я изменил свое решение? Нет Госпожа просит вас подойти в швейную комнату Господин Лю прислал к вам человека с письмом За новыми швейными моделями Понял Прости, отец Как ты можешь? Напугала меня до чертиков Господин, Сянь подумал, что вы заставляете его сестру выходить замуж Вы так хорошо притворились жестоким Может нам последовать его плану? И тайно отпустить Фужун? Я могу гарантировать безопасность, господин Сянь хороший парень Небеса его благословят Спасибо тебе Я тоже в ответе за эту семью И еще за то, что не вычислил шпиона Это мой долг Мы должны вести шпиона в заблуждение До тех пор Пока не раскроем его Можешь пока идти Да Туда, быстрее Спасибо Вы так здорово придумали Фужун, будь осторожна Жи Цзэ и я приготовили кое-что для тебя На этот раз отец тебя так легко не простит Тебе лучше подольше оставаться вне дома Можешь поменять вещи на деньги Когда отец простит тебя, я верну тебя домой Откуда это все? Ради тебя? Он украл Эти вещи впервые Это вещи нашей семьи Что значит украл? Хорошо Расскажи об этом господину Пусть он рассудит нас Как ты смеешь? Ладно, хватит Что вообще происходит? Одним словом, Ши Цзэ и я готов на все Ради тебя Ши Цзэ, если бы не ты Меня бы насильно выдали за Цзэ Сестра Больше не зли отца Ему больно Ши Цзэ, через три дня у моей матери годовщина Приберись на ее могиле Конечно Хватит Отец Это я приказал Йона освободить Фужон Я тот, кто заслуживает наказание Цзэ, негодник Фужон помолвил на Сия Что мне теперь делать? Где мне искать невесту для них? Отец Она же твоя любимая дочь Ты хочешь разрушить жизнь своей дочери Только чтобы угодить им Молчать Ты член семьи мой и должен соответствовать статусу Ты Ты сходишь с ума, отец Ты изменился Что ж Ты сказал, что позволил Фужон сбежать И сейчас ответишь за это Нет Не надо Он будет сильно ранен Я сам смогу все вынести Сянь Еще не поздно сбежать Сянь Уходи Я всегда знал, что ты хороший парень Продолжайте, господин Нет, я не сбегу Ты учил меня Не быть тросом Отлично Продолжайте Кто здесь? Хорошо Понял Госпожа Джен Мне правда жаль Что Шисянь так поступил Он повел себя как ребенок Брак между семьями Му и Цинь мог бы быть для него выгодным Он этого даже не понял Он заслужил наказание Ладно Забудь об этом Я уже преподал ему урок Он все поймет Я всегда знала, что ты хороший отец Сянь участливый и храбрый Он заслуживает свою фамилию Ладно Перестань нахваливать его Участливый человек легко может быть смещен С должности Прямо как ты Хватит Присмотри за ним Я в порядке Кстати Отныне Фужон и я Заклятые враги Я ненавижу ее Отлично Рада за тебя Она тебя чем-то обидела? Она эгоистка Совсем не заботится о моей безопасности Она Ну Подлая девушка, которая цепляет на свой крючок всех мужчин подряд Да Госпожа Цинь, вы Почему вы здесь? Ваше появление слишком большая честь для нашей гостиницы Хозяйка, вы не правы Вы же знаете, что я очень люблю это место Посмотрите, как чисто и уютно здесь Люди любят то, что ты очень забавный Мне нравится бывать здесь Очень Госпожа Цинь Возможно, произошло некое недопонимание А ты? Ты готовишь лучший чай во всем городе Быстрее Завари для меня чашечку чаю Я здесь Только лишь для того, чтобы выпить чаю А это за чай и апартаменты Возьми Иди и завари чай Иди Додо, развлеки дорогую гостью Присаживайтесь Иди Ну я должен Иди Господин Цзюй Кто же он? Вы обратили на него пристальное внимание? В прошлый раз он сбежал от вас Я знаю, что он не так прост Но, к моему удивлению, он даже привлек внимание Му Здесь что-то не так? Этот осел Му так просто не сдастся Но Он уступил мне Уступил? Я тоже был сбит с толку Но сегодня утром шпион сказал, что Фужун сбежала И все стало ясно Му притворялся Нам следует внимательнее следить не за ним, а за теми, кто ему дорог Понятно Я сделаю все возможное, чтобы найти того парня Иди Йонь Да? Твоя задача найти Фужун Верни ее Му уступил, чтобы защитить свою дочь Поэтому мы должны разозлить его Когда он в ярости нападет на нас У нас будет причина нанести ответный удар Я понял Просто отлично Великолепно Естественно Ювентай Ювентай На самом деле, я пришла сюда с одним дельцем Госпожа Цинь Я прошу всего лишь о маленькой услуге Ты знаешь вора, которого все ищут? Конечно Все в городе его знают Он правда прячется в вашей гостинице Госпожа, вы как и Фужун подозреваете меня? Я не вор Какие же вы настырные? Успокойся Разве я сказала, что ты вор? Значит, ты думаешь, что я такая же дура, как Фужун? Если ты вор, тогда я могу называть себя королевой Надо же Какая умная госпожа Уже он просто дурочка Круглая Верно? Ювентай Так что, ты знаешь, кто тот самый вор? Я Я правда не знаю Но Мне кажется, Джей Фейлон и Дуанюя Очень подозрительные Эх да И Лю Звучит разумно Можешь следить за ними ради меня? Если они выдадут себя, сообщи мне Госпожа Цинь Вы же девушка Зачем вам все это? Я помогаю своему мужу, Джинь И Ого Какая хорошая жена Рассудительная и терпеливая Примите дань уважения Так что, идет? Идет В этот раз даже бесплатно Сделаю все, что в моих силах Хозяйка? Здесь внезапно стало душно Пойду глотну свежего воздуха Душно? Хозяйка Барышня Му Помнится, я уже говорила Вам здесь не рады Это гостиница А я обычный постоялец У меня есть деньги Почему же мне здесь не рады? К сожалению, я управляю гостиницей Не только ради денег Если мне кто-то нравится Я позволю ему жить здесь Хоть до самой смерти И даже похороны оплачу Других вариантов Попасть в мою гостиницу нет Я помню, что здесь действует правило Спасти каждого, кто нуждается в этом Сейчас меня преследуют Мне больше некуда идти Спасти всех, кроме тебя Почему? Не прикидывайся дурочкой Ты издевалась над моим Ювентаем Он уже одурачен тобой Больше не смей его беспокоить Как он? Беспокоишься? Я хочу знать, в порядке ли он И прояснить Недопонимание между нами Позвольте мне поговорить с ним Без веской причины Я не позволю тебе войти в мою гостиницу Вы Хозяйка, что случилось? Что происходит? Ничего Просто должник Подожди Ты куда? Ссора? Я не должен это пропустить Я хорош в этом Да, ты хорош в ссорах со мной Дай покажу тебе кое-что На Посмотри на это Забери цветок домой, когда он цветет Или будешь сожалеть, когда он завянет Где вы это взяли? Вчера в храме Хуанин Понимаешь? Цветение и увядание Почему вы не страстили у монахов о значении? Это про отношения Монахи ничего в этом не смыслят Хозяйка Я кое-что об этом знаю Ой, замолчи Не это Покажите вашу руку Хозяйка Мужчина, что вам нужен? Из королевства Шоу И это Я Давай Поторопитесь, поторопитесь Быстрее Осторожно Покажите вашу руку ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сюда Сюда Давайте Осторожно Осторожно Джен Сюда После тебя Джен Сегодня я пришел к тебе, чтобы обсудить дату свадьбы Для начала прошу меня простить Я вынужден извиниться за мою дочь Она сбежала, и сейчас мы не можем ее найти Джен, что ты имеешь в виду? Расторгаешь помолвку? Объясни мне это Быстрее Да ладно вам, я одинокий мужчина Я ничего в этом не смыслю Да знаю я, что ты любишь читать грязные любовные стишки Объясни мне Какие стишки? Это же поэзия Самое прекрасное искусство нашего времени Знаете, сколько людей внезапно становятся известными благодаря стихам? Ладно, хватит Не распинайся Просто расскажи, о чем это Эти строки Значит, что если ты хочешь сделать что-то Тогда пойди и сделай Чтобы потом не сожалеть об упущенном Понятно? Ты имеешь в виду Что Бог говорит мне использовать возможность Иначе я буду сожалеть, верно? Ну, в общем, типа того Я знаю, что мне делать Спасибо, Ювентай Что с ней такое? Тай Да? Почему она так обрадовалась? Скажи Это не твое дело Что значит не мое? Да ладно, просто скажи Любопытно? Очень Укради немного мяса с кухни Если украду, расскажешь? Конечно Точно Хорошо Только ей не говори Говори, что хотел и уходи Не будь таким, сянь Мы же друзья Друзья Друзья, мой друг Сын моего дяди Сын господина Цзюэ Мой враг Я... Сань, ты кое о чем не знаешь Хватит Говори, что хотел И немедленно уходи Ладно Можешь мне сказать Неужели твоя сестра Правда не хочет выйти за меня? Я знаю Ты презираешь меня Из-за того, что Цзюэ Вэньжэ Мой крестный Цзюэ Ты должен знать, что я всем сердцем люблю твою сестру Моя сестра Любит героя Честного и храброго А не сына явнуха Тогда скажи Что я могу сделать? Иди к родителям И скажи, что ты не хочешь жениться на фужон Не пойдешь? Тогда Хватит притворяться Иди к явнуху Мы будем защищать фужон всеми силами Хватит, не говори так Ради фужон я стерплю все отвращение Называю явнуха отцом Ради нее я сделаю все, что угодно Джем Брат Ладно вам, а? Вы же будущие сваты Будьте вежливы Хороши же мы будем Да? Брат Ты думаешь, что можешь отказать? Подумай о последствиях Я каждый день о них думаю Я не боюсь Все, чего я хочу, чтобы эти последствия быстрее наступили Возможно Возможно, есть выход Вы вдвоем сможете достичь согласия Я придумала решение Мы можем отложить дату свадьбы И провести свадьбу Когда фужон вернется Хватит Глупая женщина Для чего я это все делаю? Для твоего сына И твоей дочери Презираешь меня? Ладно Я не буду вмешиваться Тогда готовьтесь Хватит ссориться Я принял решение Расторгаем помолвку Сынок Что ты делаешь? Отнесись серьезнее Я уже все решил, отец Я люблю фужун Правда Поэтому не хочу принуждать ее к браку Я найду ее и верну Я хочу, чтобы она стала по своей воле моей женой Вздор Не тебе решать это Что скажет господин Зой? Да кто он такой? Я не обязан начитываться перед ним Я не буду против, если ты убедишь фужун сказать да Спасибо, дядя Я постараюсь Я постараюсь Был поваром у императора Приятель Ты великий повар Очень И запросто можешь получить работу в лучшем ресторане Будь я на твоем месте, я бы не оставался в этой дыре Говорят, что в другом месте зарплата в четыре раза больше, чем здесь Ты не знаешь меня, приятель Если бы не она, проработал бы я здесь столько лет Конечно, нет Смотри Братан Хозяйка выглядит сильной и независимой, но чувствует себя чертовски одиноко Поэтому Держись И рано или поздно она примет твою любовь Дружище Друг Твое здоровье Давай Давай Ну, приятель Мне постоянно кажется, что у нее с тобой что-то есть Со мной Дружище Ты надумываешь Разве ты не видишь, как она ужасно ко мне относится Как к должнику У нее никогда не было чувств ко мне О чем ты? К тому же, жениться на такого рода женщине, это самоубийство для меня Хозяйка Такая большая проблема в моей жизни Выпьем Я как раз люблю ее за такой характер Сумасшедший Значит Пообещай, братишка Что не станешь для меня соперником О боже Я не боюсь никого так сильно, как ее Я хочу воспользоваться шансом, а ты тратишь мое время Я� Зай Субтитры сделал DimaTorzok Ювентай, Ювентай, что ты делаешь? Субтитры сделал DimaTorzok Приятель, какого чёрта она в твоей комнате? А я откуда знаю? О боже, Ювентай, ты подлый предатель! Мы ж братишки! К чёрту! Ты заигрывал с моей женщиной! И я... И я тебя! Стойте! Стой! Ах ты, предатель! Флиртуй с ней, и я убью тебя! Я могу объяснить! Постой! Убью! Да я всё объясню! Флиртовал с ней! Постой, увидишь у меня! Вы разбудили меня! Что происходит? Давайте определим победителя! Как можно быстрее! Хватит ли он? Ты не можешь убить его! Твоим поварским приёмчиком место на кухне! Дай мне 50 монет! Всего 50! Ты глаза моргнуть не успеешь, как он будет мёртв! Господин Джен! Хозяйка! Вот, прикройтесь! Нельзя так ходить! От тебя пахнет вином! Ты думаешь, моё вино бесплатное? Хозяйка, я пил вместе с ним! Или вы... Ты разрушил мои планы! Я спас вас! Убирайся! Бог сказал мне воспользоваться шансом, а ты всё испортил! На его месте должен быть я! Этот негодяй, он соблазнил вас! Что? Он соблазнил меня? Какое тебе дело? Я? Как я могу? Ну, вы пообещали выйти за меня, помните? Но мы условились, что у тебя должно быть 5000 монет! Хозяйка! Я могу дать вам даже 6000! Не лечь не в своё дело! Хозяйка! Рано или поздно я соберу 5000 монет! 5000 монет! Тебе никогда не заработать столько денег! Именно поэтому я не выйду за тебя! Как ты этого не понимаешь? Я не хотела оскорбить твоё достоинство, но ты вынудил меня так поступить! Это всё из-за него! Вы говорили так, потому что он вас заставляет, верно? Я немедленно убью его! Прошлый убийца в этой гостинице уже отправился к своим родителям! Хочешь повидаться со своими? Хозяйка! Однажды я принесу вам 5000 монет, и вы выйдете за меня! Пока я не вернусь, берегите себя! Не будьте одурачены этим негодяям! Я тебе обещаю, но не в этой... ...жизни! Лю-у! Вокруг много хороших девушек! Не веди себя так глупо из-за неё! Она такая мелочная! Она пожалеет об этом! Барышня Цинь! Вы желаете уйти? Она ушла! Выходи! Я так испугалась! Мой отец заставляет меня выйти замуж за Цюэ! Он запер меня дома, и я сбежала! Может, ты захочешь путешествовать по миру вместе со мной? Ты счастливица! Но почему же ты не ночной герой? Но почему? Мне жаль, что я не он! Ты искренне извиняешься? Да! Хорошо, сегодня я буду спать здесь! Чё-чего? Если ты будешь спать здесь, а где же мне? Ты будешь спать на полу! Если только попробуешь приблизиться ко мне, берегись! Кто здесь? Бесты, некие! Она не посмеет выйти замуж за моего брата! Ни за что! Братец Цюэ! Сестра! Ответь мне! Ты член нашей семьи! Дорогая сестра, что с тобой? Прошлой ночью я видела, как Фужун была в комнате того официанта! Они спали вместе! Ни за что! Ты не женишься на ней! Я пойду просить дядю Му! Постой! Фужун, ты это серьезно про нее? Абсолютно! Нужно немедленно расторгнуть помолвку! Она не заслуживает быть частью нашей семьи! Тюэ! Кто там? Это я, хозяйка! Большие новости! Заходи! Что с твоими глазами? Я не спал всю ночь. Приклеил бумажку, чтобы не заснуть. Идиот. Что за новости? Говори прямо, говори и выметайся. Сейчас скажу. Что? Они вдвоем спали в одной постели? Хозяйка! Спали в одной постели. Как они посмели? Как? Хозяйка, хозяйка, вот. Вот, возьмите это. Это намного лучше. Да нет, не меня же ведь. Каково? Не бейте меня. Достаточно больно? Хорошо. Подходит. Почему страдаю всегда я? Ювентай. Ювентай. Он заваривает чай. Ты не ушла вчера? Я же говорила, что мне некуда пойти. Даже если так, тебе не следует быть в его комнате. Я хотела снять у вас комнату, но вы мне отказали. Другого выхода не было. Вы спали вместе? Я исчез. Я. 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 Я.